Боже, будь милостив ко мне грешному. Боже, будь милостив ко мне грешному. Пусть и Христе, Сыне Божий, молитву ради причистой Твоей Матери, силы честного жертвовящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй, спаси на всякое благое си человека любец. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых Отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебя, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного века, Николи же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзустам они достойны. Восхвалю имя Твое, Святой Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешите ли души истинные, И живи с Десы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очи стены от всяких скверных, И спаси, блажи души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и ссыли немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лука вагом, ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Суе, Сыну и Святому Духу. От одрая сна, воздвиг мне си Господи умой, просвети сердцею, с немой отверзивая же петь эти святая Троица. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и вовеки веков, аминь. Внезапно судья приидет, ика, игоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Я ко мне, героя Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня с обеззакониями моими. Но человеколюбствовал, если обычный, и вничай, не лежащий, говозвиг умеясь и воежеутреньки, славословите державу Твою и ныне, Владыка, просветимые и очи мысленные. Отверзи мои уста, поущайтесь со славистем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебе во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему, приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Девяносто первый псалом Благо есть славить Господа и петь имени Твоим Всевышний, Возвещает утром милость Твою, истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире, с песню на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивно глубокие помышления Твои. Человек несмысленный, не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечтивый возникает, как трава, и делающий беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во веки, ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим илеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на ливане, насажденный в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясом, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой, утвержденный искренне, Ты от века. Возвышает реки Господи, возвышает реки голос Вой, возвышает реки волны Свои, но паче шумовод многих, сильных волн морских, силен Вышник Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоим, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, Судья, с земли, воздай возмездие гордым. Да коль, Господи, нечестивые, да коль нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умершляют, и говорят, не увидят Господь, и не узнают Бог Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды, насадивши ухо, не услышат ли, и образовавши глаз, не увидят ли, вразумляющие народы, неужели не обличит, тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь закону Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, да коль нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего, и не оставит наследие своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердца. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто восстанет за меня против делающих беззакония? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживал меня. Приумножение скорби моих в сердце моем, утешение Твое услождают душу мою. Станет ли близ Тебя седалища губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпой устремляются они на души праведника и осуждают кровь неповинную. Но, Господь, защита моя и Бог мой твердыня с убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодействами их истребит их. Истребит их Господь Бог наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своему многолюбви сошел на землю, и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель. Спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верою спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дела правдущих меня. Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славу Твою вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торт мне от Твоих руки и ограды, ну или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил матери моей. Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я, когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможности злому демону, починить меня себе преобладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному душе и телу, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом достойно своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгони от меня смиренного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удаляйся скверны, лукавые и хульны помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси плавя мострастей, ибо я, Бог, несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисто имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатий, Владимир, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадуна Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах, и благословен плод, чрева Твоего, якородила и сих Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, исчезнага Животворящего Креста Господня, не остави над греши уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил отца моего духовного, родителей, сродников, благодетель митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священария Акима, Павла и Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Засима, Олега Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов, Евгения Александра, Михаила Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнирия, Александра, Деодора, Митрополита Тихона и весь священнический иноческий чин и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и нам, дающим священникам, если угодно, тебе, Господи. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей и сохрани их от покушения на них и умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. Раснись в сердце Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии и где война идет и научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованые тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха и от непосильных искушений. Защити жилища наше и селения от пожара, от воров, от нечистой силы живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапиму, Владимира, брати, болящую Людмилу, благослови, любовь Владимира. Алексея и Иосифа, прищу добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы, законы твои. Спасибо и помилуй. Татьяну, Наталью, сохрани школу, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Русика, обрати к истинной святой вере Тимура, Самиру, Содружеству ее, Александра, Александра, Сергея, Сергея, возри на врагов угрозы, их и пакости творимые. Не вминим это в судный день, ибо не знают, что творят. И не помяни их безумия, примири их с нами, Господи, если угодно Тебе. Благослови благодетели наших, воздаем всей жизни и в будущее добром. Елену, Людмилу, Евгения, Наталья, обрати, Неанилу, Татьяну. И помилуй нас, Господи, благослови Надежду Юрия, Эдуарда. Найди отступников, сбившихся с пути, возврати их к истине Твоей. Михаила, Николая, Александра и Юрия, благослови и Максима, умудри его спасения. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, потерянного Александра, найди, если он живой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, путешествующих, Раису, Льва, Виктора, благослови. И все наше родство найди. И дайки Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря. Надежду. Анну, Мария, Александру, Татьяну, Татьяну, Валентину и Валентину. И Анилу. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, сохрани наше сокровище в интернете и благослови администрацию, и кто помогает нам там быть. И книги здесь и в пути. И трудящихся Игоря, Юлия, Димитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава и Содруже своего. И обратите, Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, родников, благодетелей, всех православных христиан, ибо нет человека, который же он на земле не согрешил бы. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори, и новопреставленную работу Иоанну. Благослови, помоги им пройти мытарство и Виктора. И прости Господи, что не так говорим. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы, ибо Аллилуйя. Слава Вышней Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебе, Господи, за тот день, в который дал мне веру, в Тебя страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога Нашего, спаси нас молитвами Своими. Господи, воздай добром и доведи до Старства Небесной и веди всех помогавших нам в нашем путешествии. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Димитрия, Надежда Людмилу. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил, защищал, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведет душу моим и помытарством страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару и жилье, Сергею Гавриилу, научи нас быть во всем экономными. Святитель Христов Никола, мир лекийский чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастер, словесных овец, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Иерисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езранееми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосия, Иаиля, Исафония, Захария, Малахия, Давид, Иовна, и Серафимы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарят Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Космайдами, Иоанн Андреев, Стротилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Некомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой. Дабы никто не принял на чертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы и Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасия Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Анкараштадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Имеходий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранись нас, Господь, в святой православной вере. А замосте ретюков разруши, развеи, мечто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёха, первомущинца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуева, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание. Целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, семейства Евгений, Надежды, Светлана, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воззьяния рук, как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, О, Всевышний и любящий наш Бог! Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву, Господи Божий наш, во имя Господа нашего Иисуса Христа, ради Его страданий голговских. Услыши и исполни нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Говори, Господи. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Что-то, Виталий, от тебя еще-то вроде нету там. То есть, Илья, какие папки-то? Есть, я сейчас, я работаю, Игнать Тихонович. Все, отошел. Игнать Тихонович, а почему вы поправляете? Вменить же, вмени проверочное слово. Вменить. Я не понял, что... А не вменить. Ну, Володя вот читает. Вменить же, надо говорить, а не вменить. А-то меня Надежда Васина поправила. А-то все вопросы к ней. Не, я просто спрашиваю. Ну ладно, я не знаю. Не, надо вменить назвать. Хорошо, что я не слышу, что они тут вправят друг друга. А что она вправила-то в чем? Какое? Вменить, вменить. А ты никогда не поправляешь нас в службу, тем более, когда считаются. Ты вот такие спрашиваешь, зачем ты это делаешь? Братья, отпустите меня, я сегодня на литургию. Вы не сдавайте. Мы сегодня тоже с отцом Игорем поедем служить там. Ну, я ему помогать буду на Клироссе. Куда-то поедем полтора часа ехать или два даже. Далеко. Куда-то поедем. Куда-то никого нету. Стоп. Это, 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 что-то. 2 литров поедем. Куда-то еще ложить нельзя. Вот сразу. Слышайте внимательно. Слушайте. Там еще, что здесь рядом, что-то там до шкафа. О, пришел. Вот он. Надо там закрыть дыру, чтобы с вами лазить. Володя, выбери время, как-то, залезть и надо будет заделать. Жених. Да? Жених, дорогой. О, хороший. Его поднимать уже даже. Он как шарик. О, два мужика. Ну, и какая тебе разница? Сидит. Садись, слушай внимательно, внимательно. Ну, что пришел, а? Ты что такой? На тебя жалоба какая-то? Что-то неправильно делаешь, а? Да. Да, рыжий, рыжий, рыжий. Да, рыжий, хороший такой котик, а? Кому бы тебе отдать такого? Здоровый. Надя оставила. Твои. Твоя работа. Вот это вот. Тогда не было бы, и двоих-то уже не было, а остальное-то уже легче было. Кошка-то красная-то, рыжая-то, она там что-то болеет, и ее не будет скоро. А еще делать? Настоящий кот. О, види, как он. Вот так. Ох. Охота, чтобы погладить. Да что ж такое ты ласковый-то, а? Ну-ка. Иди, ей-богу, иди. Пошел. Хвост. Хвост. Жаль. Там кто-то это он видит. Да, да. Ой, стой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 8, вопрос 2170. Книга «Отчисел» 1826. Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я отдал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. «Должны ли современные священники следовать этим указаниям у Господа? Если да, то кому они должны отдавать десятину и известны ли вам такие примеры?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Указаний в Новом Завете на эту десятину от десятин нет. Но по смыслу, так как и о самой десятине у апостолов нет ничего, то должны священники отдавать на храм, на свечи, на ладан, елей, на вино и муку. «Как знаем из житий святых, что священники и апостолы, что получали, то они и раздавали на нуждающихся, помня о бедных». Послание Галатам 2.10. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 9. Вопрос 2204. «До епископа я пытался несколько раз пробиться, но меня успокоили даже с бывшим епископом Антонием, встречавшимся, что к Максиму им еще никому не удавалось пробиться. Он только с бабками может любезничать. Можно ли хотя бы попечать и проследить, где он проповедует, как борется с сектантами?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не надо выдумывать. Максим не хуже других, по крайней мере, неженатый епископ – это уже немалое дело. Открыто не гуляет, и это в похвалу ему. А насчет проповеди, то ее нигде в России нет. К сектантам поучиться не идут по гордости и чванству. Он любит на балах быть, на воцарении губернатора, мэра и прочих дешевых представлениях. Это его любимое занятие. Колокольные и крестные ходы, проруби долбить во лду, елки украшать и кресты на крамах расцвечивать. «Бирюльский епископ». Вот только несколько часов его жизни. Журнал «Казначей» номер 1. Май 2003 год. Страница 8. «Новоселье на историческом месте». 20 сентября 2002 года. Здесь разместилась казна Алтайского края. На презентации собралось немало именитых гостей. Представители федерального казначейства и министерств финансов. Конечно же, и конечно же, владыка Максим. Возрождаются славные традиции России. Без Господнего благословения сегодня не начинается ни одного доброго дела. Кавычки закрыты. Даже по орфографии владыка с большой буквы, а Господнего с малой. «Если бы вскрылись все махинации тех, кто там присутствовал, то в воронки сажай и вези на гору в бывший монастырь с владыкой вместе, на исповедь к следователю, где теперь тюрьма. Что делать в казне монаху? И тут же фотографии балерин полуголых и танцы. И он это все смотрит, раскрыв епископский рот. Он благословляет, за палочку держится свою. Город оккупирован сектантами, мафиози, разбой на каждом шагу лютуют в налоговых и других структурах власти. И тот же от имени Господа Бога ставленник патриархии довольный. «Ужас и срам!» Пророк Иезекииля 34, 2, 8. «Сын человеческий, из реки пророчества на пастыри израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям израилевым, которые пасли себя самих, «Не стадо ли должны пасти пастыри? Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. И, конечно же, не объедки епископу попадут со стола финансов, иначе зачем бы он на запах шашлыка носом тянул? С такими стенами монстрами много ли заведений в городе? Монастырь, управление Гуин, тюрьма». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Книга «Открытым окон», тема «Священство», том 9, вопрос 2251. «Когда ваши архиереи начали понимать, что по-прежнему жить, не считаясь с мнением священников, и паства нельзя. Что дало полезного начала раскола в Русской Православной Церкви за границей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Обычно привыкли переписывать слова апостольского съезда, но поступать по нему все было недосуг». Деяние 15.28. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого». Но грозные приметы разделения подвигнули, начали дышать чуточку в такт Писания. Да, не хватило Духу. Опять начали давить на запрещение и окончательно утеряли едва забрешивший рассвет свободы в Церкви. «Обращение архиерейского совещания российских преосвященных состоялось 28-29 июня 2001 года». Желаем напомнить о том, что всякое решение может быть утверждено в Церкви только с соборным его приятием, но никак не может быть навязано никакой группой разномыслящих с Церковью лиц. Мы единодушно считаем, что в сегодняшнем положении только внеочередной архиерейский собор может облегчить бремя проблем, на созыв которого мы и отдаем ныне наши голоса. Также считаем полезным созвать как можно скорее пасторское совещание всех российских приходов для обретения и утверждения желанного единомыслия среди наших пастырей и их пасты. Нашим же клирикам, которые прекратили поминовениям на богослужениях епископат и первоиерарха РПЦЗ, приводив слова обращения к совещанию отсутствовавшего на нем по болезни архиепископа Одесского Тамбовского Лазаря. Двоеточки и кавычи открываются. Паки и паки, остерегайтесь от подталкивания своей паствы сомнительные трущобы раскольничьих юрисдикций. Грех раскола, с чьей бы стороны он ни возникал, не отмоется перед Богом даже мученической кровью. Надеюсь, что ваше пастырское сознание не позволит вам без сновневого разговора с вашим епископом и личное выяснение его взглядов на пререкаемые вопросы дерзностно и самонадеянно выносить суд о неправомыслии и безблагодатности кого-либо. Идите только срединным, царским путем от него ни направо, ни налево. Пропасть от падения от церкви бездонна. Сохранитесь от нее. Вениамин, епископ Черноморский и Кубанский, Евтихий, епископ Ишимский и Сибирский, Агафангел, епископ Симферопольский и Крымский, Михаил, епископ Торонский, представитель архиерейского синода. О, несвобода! Тоже дар свободы. При выборе, как пачевицы чуждой, там часто и из подваль не сразу и не сходу крадутся до петли предатели Иуды. На каждом повороте к несвободе С десяток семафоров тормозят. Живи не для греха, не им в угоду, Бесповоротной пропастью грозят. Что будет дальше? Какова расплата непереносимым рабством и пленением? Там превратившихся в ворраву ждут пилаты, Где перебьют дубиной у голени. Гулаговский мороз в доспехах канонады Маячит, чертыхаясь, ждет. Там выжмут сок туркменского граната, К душе примочки атеизма лед. Не хочешь, но прострешь родные длани, И пояс, но не твой, под чреслом опояшет. Не пой, акафисты, желанием нежеланным, Где яд страданий наполняет чашу. Рабы греха, апологеты лжи, Свободу обещали, мир и братство. От нетерпения революция дорожит, Слит по вкусу каждому лекарство. Но совершилось. Маски, агитпункт, отброшенные, Разверзлись хлябе мрака, К антихристу в свободу приведут, К маханию кулаками после драки. Через раскаяние в постигшей несвободе, Не все, но многие познали Иегову. Христово рабство избери сегодня Премудрости божественной оковы, Перешагни к тому, что нас роднит, С конечной целью при невестной встрече. Ты не болото, а живой родник, Который слышащих от несвободы лечит. 23 июня 2004 год Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Прикутствовал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Книга «Открытым оком. Тема священства. Том 9. Вопрос 2262-й». Говорят, что у архиереев есть неписанное правило, чтобы миру всегда являть полное свое единодушие, как в политбюро ЦК КПСС. Подписывают в любом случае решение Собора своего документ, а потом они уже могут выразить отдельно свое несогласие. Что это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Об этом не говорил еще Антоний Лос-Анджелесский. Считаю это игрой, прямо-таки дьявольской игрой. 1 Иоанна 5.17 «Всякая неправда есть грех». «Дьявол есть». Иоанна 8.44 «Лжец и отец лжи». Послание архиерейского синода РПЦЗ Осеняемые присутствием чудотворной иконы Божьей Матери Курско-Коренной, архиерейский синод РПЦЗ, собравшийся в синодальном здании в Нью-Йорке, обращается к своей верной пастве, рассеянной по всему миру, несущей в нашем Отечестве во многострадальной российской земле, над которой видим начало настоящего духовного пробуждения. Нас обнадеживает принятие новой социальной концепции архиерейским собором Московской Патриархии, который по существу перечеркивает декларацию митрополита Сергия 1927 года. «Уходящие от нас не могли подорвать авторитет о нашей церкви». Митрополит Виталий, Лавр, Антоний, Марк, Лазарь, Иларион, Вениамин, Евтихий, Агафангел, Александр, Амбросий, Кирилл, Митрофан, Гавриил, Михаил. Октябрь 2000 год. Послание митрополита Виталия от 21 ноября по старому стилю 4 декабря 2000 года. Наша церковь, которая уже 80 лет идет прямым христовым путем, не будет уклоняться ни в какие сомнительные трущобы. Московская Патриархия, будучи прямой наследницей палачей, поверх своей волчьей шкуры нарядилась в невинную овцу и теперь прославляет убиенных, замученных жертв коммунистических ее вождей. Несмотря на дивные храмы Патриархии, напыщенное духовенство и прекрасные хоры, многие верующие предпочитают тесниться в квартирах. Тот факт, что я подписал это послание, далеко не значит, что я с каждым пунктом согласен. И я знаю, что есть и другие архиереи, которые думали так же, как и я. Но составлять послание, которое будет угодно всем, почти невозможно. Есть еще один пункт, который очень озадачивает многих из вас, а именно создание комиссии при архиерейском синоде, деятельность которой будет обсуждение вопросов единства о русской церкви. Я сам себе задал вопрос, о каком единстве можно думать, когда всем должно быть ясно, что русская православная зарубежная церковь, сохранившая свою духовную свободу все эти 80 лет, никогда не пойдет на соединение с Московской Патриархией. Пусть даже захочу, но не смогу не звать на встречу с Иисусом Назовецким плоды молений не одна листва, для обращения действительное средство. Как умолчать и сохранить печать, не вымолвить и не пропеть мне гимнов о тех мотивах, что во мне звучат, на русском отрифмованы мотивы. Иисус мой жив на небе и во мне, в моем святилище он неподсуден и лешим, заросшим, бритым им возле коснеть, от проповеди звонкой ни один опешет. Не запечатали колодец мой глубокий, родник, не пересохший столько лет, на тракте пыльном, не у кельи сбоку, живая проповедь, не схимника скелет. Не просто так по чину барабанить, часы и икосы искать через зевоту, пробиться до колодца между врагами, кому с собою рисковать охота. Родник мой мусором священство засыпало, и нечистоту машинами везли, а он пробился, раступились скалы неизболотной жиденькой земли. Родник не скидское монашеское пенье, но проповедь евангельская всюду. Воистину родник, а не сектантов пена, прослышат жаждущие и возродятся люди. Вопрос-ответ, глаголит интернет, все расфасовано по темам злободневным. Не типикон Христа Новый Завет, не станет никогда монетой разменной. Зовите к Роднику, и зри открытым оком, сады цветущие, арыки и каналы. Уж скоро жатва, всему свои здесь сроки. Мы соработники, а их уже немало. 3 июля 2004 год, Игнатий Лапкин. Еще рассказал отдыхать. Там где-то рогiant, с пятых, как ходят, увеличит. Ну, ладно, надо по тебе повернуть. К tous, правда. КРИКЛИКИМЕЦЕЙ Время Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема священства, том 9, вопрос 2298. И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Ливиины послов Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Книга «Исход» 32, 21-28. «Скажите, почему наказали отступников, а не Аарона? И почему отступников именно убили, а не прогнали или не прокляли? Ведь заповедь «Не убей» была уже дана Моисею», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Из источников иных мы нигде не видим, что же было на самом деле, когда Моисей был на горе. Но Аарон не подавал этой идее, вылети стука на быка, а подал народ. Конечно, не весь народ, но часть оголтелых смутьянов. Моисей вник во все детали этого бунта, и Аарон боялся их, чтобы они не убили его, не повернули и не ушли до прихода Моисея, которого уже и не чаяли дождаться. Сделал это по принуждению. Каноны делают большое различие между тем, кто добровольно делал зло, или по принуждению. Григорий Неокисарийский, второе правило. Цитата. Итак, по разделению грехов, вышереченным образом грехи, касающиеся мысленной способности души, признаны от отцов тягчайшими и требующими большего, продолжительнейшего и строжайшего покаяния. Например, если кто отрекся от веры во Христа и явился предавшим себя или иудейству, или идолопоклонству, или манихейству, или иному подобному виду нечестия, таковой, если произвольно устремился на сие зло, но потом раскаялся, все время жизни своей должен иметь временем покаяния. Ибо таковой не удостаивается никогда во время совершения таинственной молитвы вместе с народом поклоняться Богу, но наедине домолится, а от приобщения святых тайн совершенно да будет отлучен. Но в час исхода своего от сей жизни да удостоится причастия святых тайн. Если же по отчаянию случится ему остаться в живых, то снова доживет в том же осуждении, не сподобляясь святых тайн до исхода своего. А те, которые муками и жестокими истязаниями вынуждены подвергаться эпитемии на определенное время, а те, которые муками и жестокими истязаниями вынуждены, подвергаются эпитемии на определенное время. Ибо святые отцы таковое человеколюбие показали им потому, что не душа их подверглась падению, но немощь телесная не могла противостоять мучениям. Посему за насильственное и мучением вынужденное отступление по обращении мера эпитемии определяется по примеру согрешивших любодеяния. 3. Те же, которые приходят к чародеям или провисателям, или к обещающим через демонов учинить некое очищение или отвращение вреда, подробно довопрошаются и доиспытуются. 4. Оставаясь ли в вере во Христа, некую нуждой увлечены они к таковому греху, но таковому греху по направлению данному им каким-либо несчастьем или несносным лишением, или совсем презрев исповедание, от нас им вверенное прибегли к пособию демонов. 5. Ибо если учинились сие с отвержением веры и с тем, чтобы не веровать, что Бог есть поклоняемый христианами, то без сомнения подвержены будут осуждению с отступниками. 6. Если же несносная нужда, овладев слабою их душою, довела их до того, обольстив некою ложную надеждою, то и над сими также добудет явлено человеколюбие, по подобию тех, которые во время исповедания не возмогли противостать мучениям. 7. Может быть и родственные чувства и ходатайства сыграли свою долю смягчения вины Аарона. 7. Пророк. Книга Исход 32.1 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». 8. Исход 32.35 И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. 9. Числа 12.11 И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». Исход 32.22 Но Аарон сказал Моисею, «Да не возгорается гнев Господина моего, ты знаешь, этот народ, что он буйный». Числа 16.42 И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. Книга чисел 20.24 Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему, вот миривы. Таразакония 9.20 И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Куда бы ни пошел мой Иисус, пророк из Галилеи, Бог Всесильный, за Ним я побегу, не поплетусь, а полечу на двух крылах орлиных. Нельзя ли путь его предугадать в тысячелетии хотя бы третьем? Все те же небеса и та же благодать, как будто утром в Назарете встретил. Евангелие тоже и тот же сын Марии все с тем же топором, рубанком и пилой, раскаившихся так же примет и примет, не отринет. Мне стыдно повторять, что я его улов. Мне хочется, во мне любовь пылает, я жажду Иисусу послужить. Забьюсь ли в монастырь подальше от Пилатов, для мира схимников саделаюсь чужим? Нет, нет, его следы по Иудее среди мирских, семейных и недужных. Евангелие – высшую идею к сердцам нести через язык всем в уши. Он – путь, всегда в пути, а не в затворе. За ним идти, не в келье для монахов. След в след за ним последователь торит, не ведая пред иродами страха. Что делал бы Иисус со мной в квартире, с утра до вечера ужить со мной сумеем? На проповедь выводит он для мира, не иноческий дав устав, семейный. Кому-то мертвая икона мироточит под заунывные акафисты каноны. Учусь плевать и мазать бреньем очи, держаться на плаву, когда священство тонет. На сотый раз свой проверяю курс, не ошибиться, в самость запахнувшись. Не в монастырь, а в мир ушел Иисус, раскрепостить попами замазанные уши. 13 июня 2004 год, Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 9. Вопрос 2299. «Знали ли вы священников, которые проповедовали точно по Библии, видя современные беды? Может ли человек сам накладывать на себя эпитемию или пост для борьбы с грехами? Или это должен делать священник?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Знал и счастлив этим. Отец Александр Пивоваров, отец Дмитрий Дудко, отец Александр Мень, отец Геннадий Фаст. Проповедников, священников много. Но все ли они говорят о том, что мешает нам расти духовно?» Деяние 20.20. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам?» Пусть они ведут прямо по Библии. Филиппийцам 1.27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Галатам 2.14. «Они непрямо поступают по истине евангельской». Сирахова 9.6. «Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпитемиями». Сам на себя и должен бы накладывать человек, если бы жил по совести. Но как это утеряно, то дано более неточное лекарство. Священник хорошо имеет советника, но не за каждым же пустяком идти к наставнику. Есть посты, в эти дни и держи более строго. В монастыре довели этот подвиг до полного отречения от своей воли. Писание этого нигде не заповедало. Полезнее быть во многом самостоятельным, прислушиваться к голосу совести и к Писанию. Иван Градлуки 15.21. «Сын же сказал ему «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». 1 Коринфянам 15.9. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Это тоже наказание, наложенное на себя самим собою. В житиях очень часто на себя сами накладывали эпитемию. Бродячие шатохи и шатайки, Бездомные сектанты и монахи, Резьба сорвется, не уцелеть и гайки, В грязи окажется, кто не имеет страха. Понятие о церкви не померкнет У тех, кто ни от семени чужого, Кто по Писанию веру свою сверит, Не мучается жаждой и жогой. На рынке есть разменная монеты. Сектантских суемудрии своеволей Спасемся, и без церкви ржут клиенты, Чье слово лесть, нет строгости и ссори. Достаточно, мол, верить во Христа, Сгруппироваться в сон динаминации, Осколок стеклышка, в реестре же хрусталь. Спроси об истине, начнут переминаться. Любое сборище ватагосу и мудрых Провозглашает церковью свой клан, И скачут, маскируясь, сыплют пудру, Перевыполняя по крещению план. Ревут на стадионах оголтела, В домах культуры, во дворцах для зрелищ. Пшеница хилая, а плевелы поспели, Навилась скороспела в нашей щели. Попы, архиереи, патриарх, Возились с храмами, иконами, мощами, В укуменизме сгинут, превратятся в прах, Не проповедовали, в монастырях молчали, Не захотели строго по писанию Спасать себя и слушателей многих, Считали всех то свиньями, то псами, Чтоб не метать им проповедь под ноги. А эти псы зверели и дичали, В монахов превращались и в сектантов. Корабль Святая Русь не отчалил, Простите, Корабль Русь Святая не отчалил, Чтоб не метать, Не отчалил у пирса остов, Ржавые останки. 7 июля 2004 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 10. Вопрос 2314. Объясните, что такое освящающая благодать, Которая свыше дается священнику при его рукоположении. Как это проявляется на самом священнике? Дает ли она что-то священнику? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Миропомазание давало дары. Деяние 8.18. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских Подается Дух Святой, принес им и деньги. 1 Тимофею 4.14. Не неради о пребывающем в тебе даровании, Которое дано тебе по пророчеству с восложением рук священства. 1 Тимофею 5.22. Рук ни на кого не возлагай поспешно, И не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Священник может совершать все таинства, Кроме рукоположения, Что является прерогативой епископов. То, что через рукоположение, Через посвящение, Человек будет более мудрым, Или духовнее, Такого не гарантируется. Деяние 20.30. И из вас самих восстанут люди, Которые будут говорить превратно, Дабы увлечь учеников за собою. Хотя все, конечно, может быть, И такие случаи, Когда человек не мог и пару слов сказать, А его рукоположили, И вдруг в нем открылся такой талант Тарактора-проповедника. Жития рассказывает о таких дивных переменах в людях. Но это такая редкость, Как талант композитора и исполнителя в романе Сладкопевце В одну ночь стал знаменит на весь мир, Благодаря вмешательству в него Скорбь Превлагословенной Матери Христа Марии Девы. Благочестие, Полезное во всем, У виноградной кисти И снопов пшеницы, На злачных партиях Господь меня пасет, Он пастырь, вдов, сирот, А иногда и нищих. Иконы по стенам, Служебных книгах, Ушедшие доброты, Затертый след, И святость погрузившись, Ставшие растригой, Не видели, что их народ ослеп. Гиганты духа, Как они сумели О благочестии, Заботились так щедро, По месяцам не пили и не ели, И как бы для здоровья без ущерба. Непостижимое упорство и упрямство, Ограничащее с изуверством диким, В недвижимой воде Пруд зарастает ряской. Туда от погибающих Не доходили крики. Полезная на все, А значит, что и всем Не для себя же Благочестить пустынь. На нераспаханное Не пойдет посев, Нет проповеди письменной и устной, Под благочестие Под благочестие Иконная игра С годами Одиноческих видений Неведомые гении Там превращались в прах. Все было брошено На пение и моление. Нам пишут, Говорят, что дух святой В них обитал, Лечил их И кормил. Так почему В их подвигах Нет даже запятой, Что за отшельничество Бог Что за отшельничество Бог их укорил? Уж не сокрыли ли Умышленно того, Как совесть их В безмолвии Как совесть их В безмолвии Сгорала? Их проповедь Скелетик без сапог, Подобно узнице Без голоса И права. Что благочестие, Закутанное в плащ, Считающее Самость за спасение, Оно для проповеди Изверг и палач. Для окружающих Они прошли Как тени. 26 июля 2004 года Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Книга Открытым оком Тема священства Том 10 Вопрос 2338 Ваш брат давно знаком С вашим епископом. Как знаю из личного опыта, Священники далеки От открытости Со своими архиереями, Скрывают истинные доходы И другое. Как лично у вас В РПЦЗ Были конфликтные ситуации? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Примером может служить Жаркая ситуация, Какую нам создала Моя статья О мертвом церковно-славянском языке И о живом Великорусском. Но Господь Так устроил, Что мы живы, Читаем все библейское На богослужениях, Только на русском языке, И радуемся В Господе Вместе с убивающим Нас архиереем. Экклесиаст 8.3.4 Не спеши Уходить от лица Его И не упорствуй В худом деле, Потому что Он, Что захочет Все Может сделать Где Слово царя Там власть И кто Скажет ему Что ты делаешь Вот Как Устроялось Дело Христос Посреди нас Здравствуйте Дорогой Отец Иоаким Получил Письмо От вас От 21 Января Вы все же Настаиваете Что статья Игнатия О слове Совершенно Безобидна Докажите А коли Не беретесь По что же Припираетесь Со мной Если бы Это была Не статья А письмо Игнатия Так и подписанное Письмо По такому-то Поводу Пусть даже Тысячи Адресатам У меня Не было бы Причины К срочным И решительным Действиям А это Именно Статья Причем Человека Который Бахвалится Близостью К митрополиту Виталию Печатает Своё фото Вместе С ним Благословение От него На свою Деятельность Рекламирует Значит Статью Должны Принимать Как одно Из деяний Зарубежной Церкви Но Это же Совершенно Против Мнения Против Учения Нашей церкви Причем Игнатий Именно Клеймит Всех Безоговорок Всех Ревнителей Церковно Славянского Языка Это Наглость Как Вы-то Как Вы-то Не можете Этого Понять Или Лукавите Но Ведь Не глупые Ведь Разговор Про русский Богослужебный Язык У вас Мы заводили Неоднократно И в потеряевке на часах читали псалмы в русском переводе И я дал замечание и говорил, что в крайнем случае только по риме читать переведенные Вроде согласились, но в Барнауле опять же на часах псалмы читали по русски Вы что, не слышали? Вот то-то и оно Понятно будет тогда, когда будем слушать и молиться Но вот почему же и Игнатий, и вы говорите-то другое Как же можно пастырю и проповеднику лгать? И при этом Игнатий прет от себя один с таким гонором, как непогрешимый ни в чем Ну ладно, буду молчать Тогда зачем же я и есть? Зачем? Чтобы хвалить? Уговоры дело хорошее Но ведь Игнатию чем смиреннее говоришь Тем более он превозносится Не слышит Совсем не слышит На мои письма отвечает так, что я не могу понять, кому он пишет Обвиняет в том, чего и не было А про что спрашиваешь, не ответит Вы же сами, отец Иаким, ставили передо мной вопросы Первое, о перекрещивании Второе, об истинном, о духе святом в символе вере Третье, о языке Я их специально задал на собор в лесне Дал Игнатию ответы Он опровергает своими статьями С ними ли он тогда? Мне никто не запретит Что ж, воля твоя, гуляй свободным Но твое мнение Это не мнение церкви Церковь защищает и отстаивает свое учение В том числе и таким способом Запрещая проповедовать иное А коль не помогает запрещение Не слушается его Тогда единственный способ очистить свое учение Сделать явным и гласным Что такой-то непокорный проповедник отлучен Несет свое, а не церковное Игнатий и вы Видите в этих действиях злой и горделивый умысел Даже тактику КГБ Значит, мало смыслите в церковной дисциплине Оставляя Игнатию Тихоновичу лишь один способ исправления Точно так же, как публиковал и рассылал статью о слове Опубликовать и разослать по тем же адресатам Разъяснения по поводу ее написания Текст разъяснения согласованный со мной Для согласования текста лучше было бы Игнатию приехать ко мне в Ишим Я буду в Ишиме до 15 февраля А потом уеду до 15 марта Так что надо будет после созвониться Если еще что-то Игнатий надумает публиковать Пусть делает пометку Печатается без благословения Епископа Ишимского и Сибирского и Евтихия Иначе мне придется принимать новые меры прещения Вас, отец Иаким, придется отстранить от должности Благочинного забесчения на вашем приходе Что касается моего приезда к вам Будет зависеть от ваших действий Не лукавьте и не выдумывайте своих подоплек моим действиям Не пытайтесь приручить меня к своим выдумкам Противным соборному мнению нашей церкви Под ваш диктат я не пойду Божьей милостью мне есть у кого спрашивать совета И искать руководство Я имею ввиду архиереев РПЦЗ 24, 25, 26 февраля Я был в Суздале Куда был приглашен архиепископом Лазарем На архиерейское совещание Там я обнаружил полное попрание Акта примирения с Одессой и Суздалем Подписанное на соборе в Лесне Написал об этом рапорт митрополиту Очевидно неизбежен окончательный разрыв Со свободной и истинной лукавыми спутницами Кстати Игнатий Тихонович в последнем письме И архиереев Валентина с Лазарем Пришил к своим доказательствам моей неправоты Совершенно не зная от сути дела В конце своего письма Я повторно требую лично от вас Подробного отзыва на статью о слове Как получится Ваша жалоба на свою недостаточную грамотность Неуклюжая отговорка, лукавая Скрепить, спаять нас может только истина Простота, честность О какой любви вы с Игнатием пишете Если оба утверждаете Мой указ не из-за статьи о слове А из-за неприязни к вашему приходу Это ложь Кого бы я побоялся, чтобы выставлять причины неприязни Буди доковая к вашему приходу Какой выигрыш я имею от того, что статью использую лишь как повод Моя цель Удержать ваш приход от ухода из моей епархии И РПЦЗ И накомыслия Вот это уход А что словами, бумагами, объятиями Все внешне Без внутреннего согласия Без единомыслия в вере Внешность не соединит Будет эта внешность еще и сугубым грехом лицемерия Игнатий свидетельствует сам о себе Утверждая, что знал мою реакцию на статью Какая она будет Значит открыто и нагло шел и идет на раскол У митрополита Виталия и у других официальных деятелей РПЦЗ Есть статьи в защиту церковно-славянского языка Почему же он не вступил в открытую полемику с ними А под прикрытием внешним РПЦЗ пишет статьи Противные ее позиции и учению Бросьте меня уговаривать И исправляйте дело Уговоры могут смягчить меня Но в целом в церковном деле навредят Простите, если какая грубость Мною допущена в письме С любовью о Господе Епископ Евтихий 2 февраля 1995 года Защитником быть сирых и вдовиц Покинутых, больных и одиноких И от насильников спасти напавших на девиц Когда обиду видел и спасти бы мог их Но иногда не приведи Господь И сила есть, отчетливо все видишь На расстоянии твой крик души и злость Но крыльев нет И ты свидетель лишний Живу по милости Господней Не в столице, а на окраине Имею голубей Из леса рядом злые террористы И похищают, как чеченец злой людей Что делать с ястребом Ума не приложу Советы нереальные отбросив Решаюсь сделать крест И осветить прошу Остановить молитвой Не человека просто Не думаю, что крючконосый Изверг мог видеть В одружении распятия Среди ветвей Невидимый был выстрел И снайперу в молитве Тот камуфляж попался До этого не раз я видел в небесах Как нежная голубка Добычей становилась Теперь наш спор был На иных весах И чаша благодарности До алтаря склонилась И только раз я видел Меж ветвей Как сиротевший Нежных голубят Как сиротевший Нежных голубят Летел за той межой Не смел посметь И разворачивался Отступая вспять Такое повторялось И в деревне Испытанное средство На готове Молитва Крест Рецепт От самых древних И не к зенитке Руки К иегове Умильно По утрам Смотрю туда Где храм Не скрижищу На ястреба зубами Не устоит Сто крат Сто крат Сильнейший И тот тиран Я защищен С моими голубями 7 сентября 2004 год Игнатий Лапкин Коем Смотрю Смотрю Продолжение следует... Продолжение следует... Чем же можно объяснить, что архиереи так противятся пропуждению народа, которое невозможно без понимания писания и богослужения, если не ввести родной язык? Продолжение следует... Продолжение следует... Боятся ада и устремляются туда с жаром ревнителей тьмы. Продолжение следует... Ибо они не думают, что худо делают... Вот как отреагировал 10 лет назад наш епископ на эту статью. Сегодня же дело полностью изменилось. Нас не преследует он. С нами молятся. Я стал чтецом. Проповедую в храме постоянно. Минимум три раза в неделю. На бланке. Русская православная церковь за границей. Ишимско-сибирская епархия. Управляющий Ишимско-сибирской епархией. Епископ Евтихий. 26 декабря 1994 года. Дорогой отец Иоаким. Я получил от Игнатия Тихоновича статью о богослужебном языке. Не понимаю, как такое и таким-то языком мог писать православный. Часть ответственности я возлагаю и на вас. Потерять вас для меня будет жесточайшим ударом. Прошу вас прислать мне ответ срочно. Со всеми ли вы утверждениями Игнатия Тихоновича согласны? То есть потрудитесь составить личный анализ статьи. У меня есть письмо Игнатия Тихоновича, где он пишет, что на все действия берет ваше благословение. Если Игнатий Тихонович не примет мер к исправлению последствий статьи, а вы не отмежуетесь от нее, то есть от этой самой статьи, я вынужден буду пойти на самые крутые меры, вплоть до запрещения в священнослужении. Уже сейчас, пока не получу ответа на свои письма, я отказываюсь служить на ваших приходах в Барнауле и Потеряевке. В статью я вышлю митрополиту с просьбой снять с Игнатия Тихоновича благословение на миссионерскую деятельность. Не становитесь только в пузо обиженных, огрев всех нас своей статьей, как дубиной по голове. Всех писем, отсылаемых к вам, вынужден оставлять копии. Вы даже не дождались моего ответа с собора. Братцы, так нельзя, простите, зла не держу, за церковь, за верных обязан болеть. Епископ Евтихий Первая книга царств, 26.19 И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то добудет это от тебя благовонную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они преды Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежат мне к наследию Господа, говоря, «Ступай, служи богам чужим». Испытанная временем дороже двух любящих сердец ненагляденья совместный путь на удивление прожит, любовь, как знаем, светит не за деньги. Нахваливаем старое вино, проверенную дружбу, как у дел счастливых, краюшку хлеба им и горе заодно, путь то пожар или на скалах ливни. Как часто балансируем во тьме, не друг ли распустил молву худую, то критикой детей, то обо мне. Я утром шел навстречу на ходулях, теперь у горизонта подвожу итог, во всеуслышание голос напрягаю, «Какой же я счастливый! Дай вам, Бог, героем быть, хотя и без регалий. Неважно, в нищете или в достатке, но встретить Иисуса, полюбить Его, Он неизменно верный, вечно сладкий, смиряющий нависнувших врагов. Так испытайте же, как благ наш Иегова, Создатель мира и Спаситель наш. Для гурманов словесности он грубый и суровый. Сон критикана в Библию берет на карандаш. Бог верен в слове, изреченном им. Пророчества исполнились буквально. Мы благодарностью перья все зачиним и в гимнах верность Божию восхвалим. Платите десятину от достатка, хотя бы в этом Бога испытайте. Елей не оскудеет, мука во вдове... Елей не оскудеет, мука во вдове и катке. Провозгласим об этом с кровли, а не тайна. В чем Богу доверялся, прославлен окажусь. Залог мой сохранится, в это верю. Дать Духа Всесвятого нам обещал Иисус. В боях испытанным дается он не мерой. 21 августа 2004 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 10. Вопрос 2340. Многие верующие говорят, что кто кого в чем судит, тот в том же и сам впадает. «Так ли и почему?» Приведите примеры. «И как уметь отстоять свои правильные убеждения, если архиерей тебя преследует?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Во всем любовь к Богу, к Библии и к тому, с кем конфликт. У нас были исключительно натянутые отношения с нашим архиереем. Но по милости великого Бога теперь все иначе. Не знаю, что будет завтра, но наша позиция неизменна и по сей день. Обвинение меня в расколе обрушилось всей страшной тяжестью теперь на самого архиерея. Дословно он попал в мое положение, как я никогда перед ним. Не комментируя письмо епископа, как он совсем даже не мое, а надуманное им самим, хотя он слова берет из моего письма. Не говорю, что я святей епископа, но он же на меня наседал и грозился лишить духовного наследия моего меня, а не я его. Псалом 9.29 Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Псалом 36.32 Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Получил ваше письмо со статьей про церковнославянский язык. Крайне удручен содержанием и стилем этой статьи. Во-первых, вы, вопреки здравому рассудку, называете церковнославянский язык мертвым, которым никто ни с кем не разговаривает. Неправда. Я, мои родители, мои братья и сестры, по плоти и по духу, как и миллионы верующих славян, разговаривают на этом понятном ему и сердцу языке с Богом. Даже если будете настаивать, что это только для меня сей язык понятен, называть его мертвым, вы имеете право только лишь после моей смерти. На указанной неправде поставлена вся статья. Ведь тексты священного писания говорят не о родном старинном наречии, а о чужом. От Вавилона отделенном. Люди разного воспитания или мировоззрения говорят друг другу на общем наречии. Мы говорим на разных языках. Вот и вы говорите на ином, неправославном языке, не желая слушать, заранее насторожившись, не понимать никаких возражений. Никогда священное писание не принесет пользы, не принесет плода, для которого предназначено, если им пользоваться в качестве подпорок личного мнения. Если даже предположить, что сами вы возьметесь доказать, что церковно-славянский язык необходим, то вы со своими знаниями, а еще больше со своим способом приводите строки священного писания, имеющим косвенное отношение, а порой даже не по теме статьи, можете с таким же успехом привести больше цитат священного писания и больше ссылок как на священное писание, так и на творение святых отцов. Увлекаясь доказательством своего мнения, вы даже не соизволили уделить внимание тому, что сами подводите читателя к противоположному логическому выводу. Вы говорите, что в переводах священного писания еретики действовали намного успешнее и благоразумнее православных. Но где же плоды этих успешных действий? Где добрые плоды православных церквей, в которых богослужение не один десяток лет ведется на их современном разговорном наречии? Например, американская митрополия, сурожская епархия. Ведь, напротив, модернизм в языке потянул за собой такую цепь отступлений, что и православие-то едва проглядывается, и нравственность не блещет даже по сравнению с нами. Это же вероловство сослаться в свое оправдание на то, что противоположное доказываемому. Одно из самых важных свойств Священного Писания, а именно его сокровенность, невозможность познания, изучения рациональным способом вами полностью проигнорировано. Мало об этом Святе Священного Писания, Святых Отцов и самого Господа нашего Иисуса Христа, и уж совсем ни к чему вы дерзнули ехидничать над святыми Христа ради юродивыми и праздниками покрова Пресвятой Богородицы. Кстати, сказать, кришнаиты бахвалятся тем, что в их религиозной системе буквально все понятно. Однажды они так и наседали на меня. Вот у нас все понятно, значит истина у нас. В угоду своим амбициям вы всех нас, ревнителей церковно-славянского языка, обвиняете в пьянстве и алчности, в желании скрывать от народа Слово Божие. По отношению ко многим архиереям и пастырям это беспросветная, бессовестная клевета. Так может писать лишь тот, кто хочет порвать с церковью и не просто уйти, а грамоподобно хлопнув дверью. Или это временное помрачение ума, или прогрессирующая по малу прелесть бесовская гордыня с самоуверенностью питаемая. Я не хочу оставлять без последствий столь грубого вашего поступка агрессивности и лжи. Предполагаю принять такие меры. Первое. Запрещение публикации без церковной цензуры. Просить вас о публичном же покаянии в написанной данной статье. Если такового не будет, второе. Запрет катехизаторской деятельности, публикация моего ответа и второй призыв к покаянию. Третье. Если вновь будете упорствовать о отлучении от церкви, епископ Евтихий в скобочках получил 11 сентября 1995 года. Знание писания одухотворяет события любые, все вещи и детали, на что не посмотрю за скрытыми дверями и самые, что не есть брони и лучшие стали. Во свете вечности рассмотрим этот день свою кровать и первые шаги, прообраз воскресения из-под завалов стен, покровы одеял, наркоз из сна в мозги, делами праведности душу облекать, повсюду отрекаясь помощи бесовской. Христа незримого узрю на облаках земли сгоревшей, почерневшей остов. С молитвой дверь поутру отворю, она прообразует мне Иисуса. Знак отречения от мира это крюк, врагов губителей к нам за порог не впустит. Потею, обрабатывая землю, в единственную душу насаждая злаки, учению апостольскому внемлют, что за труды динари им заплатят. Пропалываю сорняки, грехи и постоянная нужда в поливе, раскаяния, проповедью сетью, не рыба для ухи, а души, как гласит Священное Писание. Все из Христа к Нему и возвратится в любом, кому я помощь окажу. Святая истина, к себе подобная птица, а было время жил, как бы навозный жук. Дорога пыльная, политики шумиха, по мысля покаянием очистил согрешение, и Бога ощутил в движении ветра тихом, вот ястреб ловит голубя, душа моя мишенью. Необозримые вокруг учителя сопровождают сонного в постель могилу. Нам руки женщины не сладость, а петля. В сердцах Сбербанки стих накопит силу. 2 октября 2004 года Игнатий Лапкин. Пасих Икстос с Богом. Подожди, Сергей, подожди, к этому отключил уже, нет? Да, отключил. Опоздал, я хотел к этому добавить пояснение, к этому письму. Ну, давайте, включу, прилеплю, говорите. Давай. Значит, оно, это одно письмо, он, так, подожди, Игнать Тихонич, секундочку еще, сейчас рамку сделаю. Ну-ка, включи там, отключили. На крайнюю там. Оно у вас включено? Что-то не включается? Так, сейчас все включил, Игнать Тихонич. Все, сейчас я, это самое... Включено все. Ну, попробуй, что-то отсоединилось там. А может здесь не по... Все, все видно, все нормально. Все, я вас слышу, вижу. Сейчас я включу и начнете. Пожалуйста. Это наш епископ, это вот там он, ну, что он говорит? Все разговаривают, миллионы людей на славянском языке. Я ни одного не встретил человека за всю жизнь, который на церковном славянском разговаривал бы, как на русском. Вот даже стихотворение мое, вот это одно им никогда не перевести. Там и в словарях-то слов этих нет. это совершенно никак. Дальше, загрозился он на три года, чтобы мы нигде не упоминали, что на русском языке надо там, три года. 23 мая, как сейчас было это. И мы три года нигде ничего не говорили, делали, так же служили, все. 23 мая, через три года мы открыто тогда сказали, и время кончилось, вторичный он ни пятью не может накладывать. Мы выдержали. Вот. Понимают люди, не понимают. вот они за язык этот держатся. А вот у мусульман вообще арабский язык ни один не знает. А дает единство. Единство в чем? Единство это в грехе, не в святости, потому что святость неизвестна, из книг, она книга не считается. Это точно так же. Вот он грозился батюшку под запрет, а меня отучить совсем от церкви. Первый счет, власти такой не имеет. Ему это и не дано, и нигде. Это так. Сказал, а дальше он не отвечает за это. Но дальше-то впереди-то что будет-то? Это он так держался. Когда поехали за рубежом, он еще вечером выступал, что ни под каким видом на соединение не идти с Московской Патриархией. А утром встал, и все ему откровение, ночью было, надо соединяться. Все отшатнулись от него, у него никого нету. Он один остался. Вот который пошел, агафангел там отошел, другие эти, тут понятно все. А этот нет, мгновенно изменил. И это никуда не денешь. Так оно было. Ну а потом-то, это еще до объединения там речи не было. Там объединения речи не было, акт о каноническом признании благодатности друг друга. Сейчас-то речь о другом идет. Он навалился-то из-за чего? Прочитаю статью, она полностью моя, статья к истинному православию, о слове называется. Никто никогда никак не сможет опровергнуть. Не понимает, человек стоит. Об этом Феофан Затворник говорит, сегодня-завтра, сегодня-завтра. Ну когда-то надо переводить-то это все. Пользы-то никакой нету, что стоят люди-то. Ни знание языка, ни проповеди, это сектанство. А сектанство сегодня уже больше, чем полмиллиарда. Православных уже раза в три меньше. И все-таки через слово. Профукали, все. Ни шли, ни проповедовали, это один вопрос, что у нас богослужение все заняло, главное. Но богослужение-то непонятное. Даже это непонятно. А то дело, там опрокинулся, помолился и пошел. Как он мусульман. Они вообще ничего не знают. Мы хуже были бы, если бы не евангельское слово. Но у нас тут перевод есть на руках, у них перевода нет ни одного. Нельзя переводить по сегодняшний день. Так и здесь. Батюшка как-то приехал, он один там что-то считается, это диакон, и священники сидят на скамейке и разговаривают. А почему? А он говорит по-русски сейчас. Сам переводит на русский язык. Вот Георгиев, это такой как писатель там был, вот, он как раз говорит, писал об этом. Как неизвестно, что братья Лапкины переломили епископ. Он так был за церковно-славянский. А сейчас только русский давай ему, как молитва. вот еще один из примеров. И он, значит, ничего из этого, что он сделал, он не сделал, да и как. А потом у нас фотографии есть, он приехал сюда и пошел к нам на занятия. В университете, Алтайский государственный технический университет, 410-я аудитория, корпус В сидит. И мало того, вышел еще, я попросил его слово сказать, это абсолютно другой человек был. А потом мы тут встречались уже с местным епископом местным и он тоже был. И он, давай за меня заступать. Да как? Да вы знаете его как? Я как-то, говорит, ехал, замерз скуфейкой, говорит, у меня на голове. А он, говорит, снял шапку с себя и надел мне прямо на скуфейку. Это какая же у него голова-то, насколько больше моей-то? На мою шапку свою шапку надел, говорит, доказательства. Это все в прошлом. И расстались, и мы, когда ездили на благовестие, мы у него останавливались, ночевали у него, благословлял нас, и мы поехали. Но я бы мог это не печатать, никто бы не знал. А зачем? Ну, тут, конечно, я поношусь, как же это, поношусь, или опровергаюсь архиереем своим. Ну, и что? Это все временное. Мы не уступили ни в чем, но послушались, когда он наложил и пятимью. Вот еще один из примеров показывал, что не надо горды бащить, не надо тут свое искать. А мы молились три года, а сейчас приезжает митрополит вместо Сергии, у нас, у нас служба всегда шла на церковнославянском. А то, что из Евангелия, из Библии, по Римии, это все на русском, по синодальному переводу. И эти диаконы выходят, считают и спотыкаются, по-русски не могут считать. Прямо. Ну вот и все. Тебе не надо говорить, как архиерей к нам относится. Все изменилось, хотя он, мы напрямую не подчиняемся. И он-то перешел в московскую патриархию, а мы-то не перешли, а он как раз, то есть все, которые нас поносили, они первые туда пали, а мы как стояли, стоим прямо. Вот и весь ответ. Все на этом. С Богом. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...